Библейский портал экзегет.ру представляет 22 глава книги «Премудрость Иисуса Сына Сирахова» Синодальный перевод «Библейский портал Экзегет». Ну, эта книга, я уже не раз говорил, она своего рода комментарий на книгу притчи, которая идет перед ней, «Премудрость Соломона» там тоже есть. Ну, вот продолжение, да, продолжение традиции «Премудрость» и поэтому некоторые части этой книги повторяют книгу притчи, ну, почти дословно. Вот 22 глава как раз такова. «Грязному камню, подобен ленивый всякий, освищет бесславие его». Даже комментировать нечего. «Грязный камень на дороге». «Воловь ему помету, подобен ленивый всякий, поднявший его, отрыхнет руку». Хотя, можно сказать, что книга притчи больше обращает внимание на то, какой он оказывается в дурном положении, вот сам для себя, а здесь, что он противен окружающим. «Стыд отцу рождения невоспитанного сына». Понятно, что на самом деле сын, которого родили и не воспитали, потому что рождается любой человек невоспитанным. «Доджи невоспитанная рождается на унижение». Ну, это в притчах тоже было без конца. Смотрите, эта культура такая, достаточно традиционная, стыда. Вот есть культура вины и культура стыда. Культура вины, где человек избегает чувства вины, культура стыда, где, соответственно, чувство стыда. И здесь человек не хочет, чтобы его позорили окружающие. «Разумная дочь приобретет в себе мужа, а бесстыдная печаль родившему. Имеется в виду, кормить ее до конца своих дней. Замуж не выдашь». Традиционно в обществе женщина никак не прокормит себя. Наглое позорит отца и мужа, и обоих вводит презрение. Не вовремя рассказ то же, что музыка во время печали. Наказание же и учение мудрости прилично ко всякому времени. А это здесь при чем? Так идет речь про воспитание детей. Значит, позволять им болтать не вовремя, торчать в соцсетях, это не годится. А наказывать и учить мудрости можно всегда. Да, такая немножко суровая культура. С другой стороны, поучающий глупого то же, что склеивающий черепки. Ну, как ты их не склеивай, не выйдет с солостного сосуда. Или пробуждающий спящего от глубокого сна. Трясешь его, трясешь, а он... Значит, есть ситуации, когда учение, вроде как оно только что было сказано, уместно, но бесполезно. Вот как и в книге притчи, у нас часто здесь будут реже, гораздо реже, но иногда будут такие, ну, антиномические высказывания, когда с одной стороны, с другой стороны. Рассказывающий что-либо глупому то же, что рассказывающий дремлющему, который по окончании спрашивает, что? Да, но только дремлющий проснется, а глупый нет. Плачь над умершим, ибо свет исчез для него. Плачь и над глупым, ибо разум исчез для него. Вот смотрите, наглого презирают, а глупого оплакивают. Большая разница, он не виноват. Наглый выбрал себе это поведение, а человек глупый, ну вот, что поделать, бывает. Меньше плачь над умершим, потому что он успокоился, а злая жизнь глупого хуже смерти. Тоже тема, что смерть не самая худшая. Конечно, для нас самая худшая. Вот никто себе смерти не желает, своим любимым тем более. Но если так смотреть, то бывает жизнь, которая хуже смерти. Плачь об умершем семь дней, а глупым и нечестивым все дни жизни его. Смотрите, и здесь тоже некоторое развитие. В книге притчи нечестивому там полагаются презрения, побои, наказания и все прочее. А здесь ему полагается плач. Мне кажется, это очень большой шаг вперед. То есть ты сочувствуешь ему, ты не одобряешь его поступков. Это очень важная вещь, да, можно сочувствовать человеку, не одобряя того, что он делает. С безрассудным много не говори, к неразумному не ходи. На входе в интернет надо написать. Берегись от него, чтобы не иметь неприятности и не заморать себя столкновением с ним. Уклонись от него и найдешь покой, не будешь огорчен безумием его. Как у нас любят такую карикатурку, я тоже очень люблю, что ты не идешь спать, я не могу, в интернете кто-то не прав. Ну, не только в интернете. Интернет же это модель общения жизни человеческой. Поэтому в личном общении тоже кто-то не прав. Здесь сказано, уклоняйся от неразумного, безрассудного. Найдешь покой и не будешь огорчен его безумием. Что тяжелее свинца и какое имя ему, как неглупый, легче понести песок и соль и глыбу железа, нежели человека бессмысленного. Вот да, правда, ощущение колоссальной тяжести, бесполезности, когда разговариваешь с таким человеком, пытаешься что-то изменить. Как деревянная связь в доме... Ну, балка, здесь иногда, конечно, коревый язык. Синодальный перевод, он все-таки не очень в этом смысле литературным бывает. Как деревянная связь в доме, крепко устроенная, не дает ему распасться при сотрясении, так сердце, утвержденное на обдуманном совете, не поколеблется во время страха. Ну, понятно, что построена книга из противоположностей, да, вот глупость, неразумие, а здесь обдуманное состояние, да, обдуманный совет, и он прочен, прежде всего. Не сказано, что он почетен, что он дает славу, не всегда, но не дает распасться, да, то есть вот некоторая целостность человека, целостность его замысла, поведения. Сердце, утвержденное на разумном размышлении, как лепное украшение на вытесанной стене. Очень красиво, да, тоже немножко коряло, барельеф, да, а стена, которая очень гладко обработана, и на ней штукатурки из чего-то сделали лепное украшение. Подпорка, поставленная на высоте, не устоит против ветра, так боязливое сердце при глупом размышлении не устоит против страха. Смотрите, страх и смелость понимаются как некое производное от мудрости и глупости. Почему мудрый не боится, он понимает, как все устроено. Глупец может быть безрассудно смел, да, а мудрый обдуманно смел. Он понимает, какой риск он принимает на себя, и поэтому он не переживает по этому поводу. Эх, всегда бы так. Наносящий удар глазу вызывает слезы, а наносящий удар сердца возбуждает чувство болезненное. В смысле, дай человеку в глаз, он заплачет. Ударь его раннего словом, он будет гораздо больше горевать, хотя, может быть, не выскажет этого вслух. Бросающий камень в птиц отгонит их, а поносящий друга расторгнет дружбу. Если ты на друга извлек меч, не отчаивайся, ибо возможно возвращение дружбы. Вот опять противоположности, да? Словом ты отгоняешь друга, но даже если ты меч достал, ну, бывает, подрались, потом помирились. Если ты открыл уста против друга, не бойся, ибо возможно примирение. Только поношение, гордость, обнаружение тайны и коварное злодейство могут отогнать всякого друга. То есть просто поругались или даже подрались, да? Поножовщина, между прочим, обнажил меч. Это еще ничего. А поношение... А разве открыл уста против? Но поношение идет не о том. Гордость, обнаружение тайны и коварное злодейство. То есть предательство мы называем. Это одним словом по-русски предательство. Когда просто вспылил, наговорил, подрались даже и там еще чего-то. Ну, бывает. А если же человек целенаправленно лишает своего друга его доброго имени, раскрывает его тайны... Да, это другая история. Приобретает доверенность ближнего в нищете его, чтобы радоваться вместе с ним при богатстве его. Доверенность не в смысле бумажки юридической, а в смысле, чтобы он тебе доверял. Когда человек беден, ну, беда у него случилась, он нуждается в помощи, да? Вот ты приобретешь его доверие, помогая ему. И тебе это пригодится, когда он будет силен. А может быть, ты будешь нуждаться в том же. Оставайся с ним во время скорби, чтобы иметь участие в его наследии. Ну, когда он получит то, что ему доброго предстоит. Прежде пламени бывает в пище пары дым, так, прежде кровопролития ссоры. Значит, погляди и остановись. Защищай друга, я не постыжусь и не скроюсь от лица его. А если приключится мне через него зло, то всякий, кто услышит, будет остерегаться его. Хороший принцип. Пока он друг, я его защищаю. Он может отплатить мне злом. Ну, или его действия могут, не обдуманные, привести меня к беде. Но это уже будет его вина. Это уже будет его, как сегодня принято говорить, репутационная потеря. Вот здесь бы надо закончить 22 главу. Но нумерация глав так устроена, что еще один стих в ней есть. Кто даст мне стражу к устам моим и печать благоразумие на уста моим, чтобы мне не пасть через них, и чтобы язык мой не погубил меня. А дальше эта тема в 23 главе наиболее полно раскрывается. То есть, смотрите, разговор идет о лентяи. Ну, это как бы проходное. Сказал пару слов и хватит. О детях их нужно воспитывать. Но бывает так, что бесполезно воспитанием то, что человек глуп. Вот что с ним делать с глупцом? Избегать. А вот с другом выстраивать отношения. И это все связано с устами. Это все связано с речью человека. Прежде всего, с помощью речи мы общаемся. Вот 23 глава нам объяснит, как это делать. Субтитры создавал DimaTorzok